Мэйсон, входи. Ты один? Да, один. А в чем дело? После вчерашнего я не удивилась бы, увидев тебя в сопровождении ручного шимпанзе. Или кардебалета. Прости, что разочаровал тебя. Нет, вовсе нет. Мне было очень весело. Знаешь, что я сделала? Что? Нечто божественное. Поздравляю. Ты создала ангела? Нет, нет, нет. Крошечное бизе с орехами. На вкус они само искушение. О, я многогрешен, дорогая. Ты должен попробовать. Нет, нет, я не голоден. В самом деле. А что случилось? Вчера, покинув тебя, я долго размышлял. И пришел к выводу, что твои соображения не лишены оснований. Кажется, я огорчила тебя. Прости. Да нет, не огорчила. Скорее, вернула к реальности. Ты утверждала, что мое увлечение тобой всего лишь попытка забыть прошлое. Боюсь, что ты оказалась права. Ты права. Я знаю, что ты сейчас скажешь. Но я все равно скажу. Я должен сам это осознать. Виктория, когда я увидел тебя, такую печальную на крыше отеля, ты напомнила мне Мэри. Твой взгляд послужил толчком. Я воспринял его как знак свыше. Я решил, что проявив сочувствие к тебе, я вновь обрету себя, верну чувства, которые ушли безвозвратно. Я думаю, так не бывает. Нет, я это знаю. Ты слишком независима, и не опомнись я вовремя, то превратил бы твою жизнь в кошмар. Почему? Я бы ждал, что ты станешь отражением Мэри. Я бы тешил себя пустыми надеждами и отравлял себе жизнь. Понимаешь меня? Прости меня. Нет, Мэйсон, пожалуйста, не уходи. Я не хочу быть резким, Виктория, но мне больше нечего сказать. Из-за меня мы попали в неловкое положение. Несмотря на это, я была счастлива в эти дни, как никогда. Я благодарна тебе за это. Я не заслужил твою благодарность. Все равно прими ее. И кусочек орехового безе. Я не отпущу тебя, пока ты его не попробуешь. Виктория! Возражения не принимаются. Я готовила их для тебя. И потом у меня нет другой причины, чтобы удержать тебя здесь. Угощайся. Мэйсон, не только ты пытался вернуть прошлое, чтобы почувствовать себя счастливым. Я с той же целью приезжала в Санта-Барбару. Ты дело другое. Ты не отождествляла Круза с другим мужчиной? В какой-то мере отождествляла. С тем Крузом, которого знала много лет назад. Неужели тогда вы с ним были счастливы? Пять лет назад. Я не знаю. Мне кажется, что-то в этом роде мы ощущали. Но растение зачахло без ухода. У меня тоже не вышла попытка повторить прошлое. Мы с тобой хотели одурачить себя сами. Этому есть оправдание. Никто не хочет остаться один. Лучше быть одиноким, чем жить воспоминаниями. Может, я когда-нибудь это пойму. Когда поймешь, дай мне знать, я буду надеяться. Неужели я стану лишать надежды того, кто приводит компанию клоунов, чтобы развеселить женщину? Может, в другой раз ты приведешь ручного медведя? Если он будет смешным, приведу. Послушай, если ты на это готов, то, может, съешь обед, который я приготовила. Знаешь, вместо этого тебе следовало бы надрать мне уши. Расскажи мне о Мэри. Мне кажется, ты не часто говорила о ней с тех пор, как она умерла. Словами всего не выразить. А что тебе в ней больше всего нравилось? Наверное, ее честность. Я помню только один случай, когда она скрыла от меня правду. Но у нее были причины для этого. Но и тогда она быстро открылась. Дело касалось ребенка. Ребенка? Я не говорил тебе. Она была беременна, когда умерла. О, Господи, Мэйсон. Все равно она сказала мне, хотя и боялась. Она не могла предсказать мою реакцию. Поэтому молчала. Как ты мог сравнивать меня с Мэри, если она была такой честной? Не понимаю. Почему ты так говоришь? Я столько раз лгала, чтобы себя защитить. Мне стыдно об этом вспоминать, но ложь была самым простым выходом. Да я никого и не сравнивала. Знаешь, я не всегда была лгуньей. Когда я училась в школе, я была вроде Мэри. Тогда жизнь была проще, вот и не приходилось лгать. А потом я изменилась. Я стала эгоистичнее. Поэтому тебе было трудно? Я думаю, что посеешь, что и пожнешь. Я получила по заслугам. Спасибо, что навестил меня сегодня и был со мной честен. А не зря ли я это сделал? Ты была в таком хорошем настроении перед моим приходом. Извини, когда я начинаю себя разглядывать, мне не всегда нравится то, что я вижу. Виктория, я кое-что должен тебе сказать. Нет, не говори ничего. В самом деле. Не сейчас. Ладно? Мне бы хотелось задержаться подольше. В другой раз. Пока, Виктория. Пока.